В этом выпуске видеоблога Тугра речь пойдет о принцессе из династии Гераев, под чутким руководством которой родилась историческая хроника об ее отце, Крымском Хане. Но Ресултан Хани или Айбеге жила в неспокойные времена. Ее отец, один из ярких представителей династии Гераев, в прошлом хан Казани, в настоящем крымский хан Сахиб Герай обожал свою дочь. Он постарался дать ей все – образование, состояние и положение в обществе. Нури Султан родилась в Кырк-Ере. Ее матерью, вероятно, была черкешенка Хан-Кех Султан, с которой Сахиб Герай заключил брак летом 1533 года в Керчи. Она росла при дворе среди многочисленных братьев. Это была свободолюбивая и независимая принцесса. Отец уже подыскал 18-летний Нури Султан подходящую партию и готов был устроить по этому случаю пышные торжества. По одной из версий, в супруге принцессе прочили принца и наследника Османской империи Мустафу, но династический брак был расстроен. Вместо свадьбы двор был погружен в траур. Сахиб Герай, возвращаясь с победой после военной кампании в Черкесии, был предательски убит на Тамане в 1551 году. Поговаривали, что в убийстве был замешан османский султан. После этого Нури Султан категорически отказалась выходить замуж за принца Мустафу. Спустя некоторое время Нури Султан выбрала себе в мужья одного из беев рода Ширин. Принцессы из рода Гераев имели возможность сами выбирать себе мужей из бейской верхушки. И если же кандидат был женат, он вынужден был развестись. А вступив в брак с принцессой, не имел права больше брать других жен. Что же касается принцесс, то они имели право развестись с неугодившим им супругом. Нури Султан оставила о себе память в литературном наследии крымско-татарской истории. Именно она была спонсором и главным консультантом в написании хроники Тарих и Сахиб Герай Хана. То есть истории правления крымского хана Сахиба Герая. Автором хроники стал придворный астролог, личный врач и друг погибшего Сахиб Герай Хана Ремаль Хаджи. Каждую главу, каждое событие Нури Султан внимательно прочитывала и редактировала. Она была довольна работой хрониста. И только после того, как он завершил труд, отпустила его ко двору своего родственника Султана Селима II. Нури Султан прожила яркую жизнь. Она была единственным оставшихся живых ребенком Сахиба Герая. Все ее братья и даже двое родных племянников погибли вместе с Сахибом. Нури Султан была приближена к крымскому двору своего двоюродного брата Девлета Герая. Ее супруг занимал руководящие должности и имел право голоса в диване. Возможно, это объясняется тем, что Девлет Герая до конца дней винил себя в смерти ее отца Сахиба Герая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова